Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok мусора. Есть такое понятие мусорная археология. Вот в этом мусоре, то что здесь выставлено, найдено в этом кипячке. Вот эти осколки керамики, чем они интересны? Потому что на них на всех есть клеймо заводов-производителей разных эпох. Вот эти монетки тоже все найдено здесь. Бутылочки и парфюм. Видимо, где-то в одном из домов, который здесь перестраивался, видимо, была аптека когда-то. Вот там целая полочка аптечных бутылок. Вот за колонной. Вот здесь даже попалась одна бутылочка аптеки Айгаевского. Знаменитая. Вот она лежит. Хочу вам показать еще один интересный экспонавик. Очень интересный с моей точки зрения. Вот такая вот бутылочка. Вопрос ко всем, в особенности к женщинам. Почему у нее такое одно? Кто скажет? Нет. Женщины, в магазин ходите, молоко помопаете, на пачке с молоком написано литр, а в пачке 950 кг. Вот откуда это все. Уже тогда обманывали. Ну да. Внутая середина. Вот такое вот донышко. Видите? Вот видишь? Внутрь. Идемте дальше. Обман. Переда. Вот так. Известим. Постежит. Внутрь. Это, наверное, те деревья, в которых церники потом Ты видела 41 вольт? Угу Сейчас посветим Еще одно Это Риночка Это Риночка А это что такое? Кхе-кхе-кхе Кхе-кхе 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 Для воздуха, наверное, да? Еще Здесь во время войны люди прятались Когда были бомбежки Там есть тоже Топечок можете пройти, посмотреть Там дата есть, 41-й год Кхе-кхе 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 Оценить, наверное, надежность сводов сложно Потому что нагрузка сверху Существует Кхе 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 Все, я буду дальше Ну я запил и не говорил, там Макс стоял Все, я запил и расскажу все тогда Скажите, а вот это вот бетонное, это что? Это когда строились бомбовые убежищи Так, смотрите Дальше я буду у вас уже вести экскурсию Потому что человек уже устал Проходим за мной Смотрите, задают вопрос Что это такое? Идемте, я вам покажу Это элемент противоатомного бункера Данная система в 50-е, 60-е годы Была переделана под бомбоубежищем Можете себе представить И увидеть, какая толщина бетона И зайти посмотреть внутри Посветить, на какой глубине мы находимся К сожалению, флот блокирован Такой же толстяной бетоном сверху Глубина 8-10 метров Она полная? А вон и не посмотрите Нет, она не полная, внутри есть шахта Запасной вход А наружу? Ага То есть, как вон там что-ли Слушай меня внимательно Там запасной выход Он блокирован Таким же слоем бетона, как и стена Там метр бетона Залит Просто залит Он в соседний двор И в соседнем дворе Мало того, уже построили здание Что, молодой человек? Вот это вот что такое? Этот круг, который еще и вращается Этот круг Это вращается Сверху, как пробочка Внутри делались изыскания На каком глубине находятся Грунтовые воды И что находится действительно Куда внизу Это было сделано До нас У нас сегодня берем город Зал и экспозиция непосредственно предусмотрены по строительству города Града строительства Мы находимся на таком объекте, на котором добывали камень Из чего строили город То есть Так же встречаются объекты То есть здание Дома в соседнем дворе И непосредственно По строительству Заводы По производству Кирпича И кирпича На территории города У нас есть Такое Объектное Дверь Пальпича Самые распространенные Кирпичи Пальпича Это Древитра У меня было несколько заводов На территории города Вот у этого тоже знаменитых детства Это Учарский дух А он знаменит тем, что На Скоридоновской 8 построил первое Вот здесь кирпичное здание С кирпича Сженного В Аркадии Южная Пальмира Ресторан Это тоже Он построил И он был Хозяином Так же В городе Славутич В Украине У нас Он построил завод По производству Талтояса Который По сегодняшнему Он существует Работает Называется Будпатт Скажите Пожалуйста Потолок Выглядит Как будто бы Не выдолбленным В этом Скажите Расскажите Расскажите Борис Скажите Вы Вот Черепился Можете Посмотреть Кучурганы Петровка Выпиленная Пакаржа Это Средневековая колония На территории колонии Которые существовали Кирпичные заводы И Черепичные заводы Черепица Черепичные заводы На которых Производилась Черепица И кирпич Как правило Есть Кирпичный Черепичный Или просто Черепичный завод Кучурганы Это 60 км от города Дальше Петровка Это Николаев 10 км от Николаева Дальше В Акарже Это Станция Акаржа Село Варивинское Одесского Увенга Для Немного Кирпич Она Разного Цвета Бывает Зеленые Также Кирпичи Привозные Это Белый Сейчас Вопрос Почему Белый Кирпич Кирпич Также Встречается На одесских крышах Черепица Красная На нее говорят Марсельская Испанская Французская Всякие названия Это все Привезенные Стройматериалы Как балластный груз Потому что В Одесский порт Запрещалась Швартовка Пустого судна Отсюда Зерно Сюда Завозились Строительные Материалы Вся брусчатка Лава Крюки Это уже элемент Непосредственно Когда проводились Здесь Велись работы По благоустройству В 50-60-е годы И стенки Тоже Как элементы Укрепления Вверху Мне задали вопрос Почему такая Скажем так Потолок такой Он как будто Осыпавшийся Да действительно Это уже Осыпался И мы находимся На элементах Выработки Мы сейчас посмотрим В дальнейших Комнатах Есть Где можно Посмотреть Реальный пол В смысле Он сам отпал? Да он сам отпал То есть сейчас Еще может отпасть? Сейчас уже не отпадет Потому что в 50-60-х годах Его укрепили Видите? Там не упадет Вот смотрите Дальше у нас идет Завал За завалом уже Сбойка То есть уже конец Непосредственно Вы можете посмотреть Что с собой представляло Изначально То есть все было завалено Дальше уже С завала Ничего нету Разрыли Посмотрели Там уже конец Там просто обвал завален Проходим На этаж Проходим сюда Чем поближе Вы подойдете Ко мне Тем больше Вы узнаете Это уже непосредственно Что было найдено При раскопке Здесь Данной расчистке Данной системы Вы были в первой комнате Вы увидели там Элементы Целой посуды Или по крайней мере Где можно было прочитать Самое старое клеймо Это по-моему Кузнецовская посуда А по датифицированию Самое старое Это сейчас я вам покажу Элемент Сейчас мы зайдем в зал Там увидим Ледство есть? Конечно Вы же на гильзах видели Там мостинка И Проходите Проходите Как зададут вопрос Как Образовалась Эта Выработка Эта Система Изначально Я же вам говорил Что город строил из ракушника Но правильное название Это Плантический известняк Потому что здесь было поэтическое море. Эта система инфицируется 1820 годом, но есть надпись 1811 год. Почему 1820, мы можем смело утверждать, потому что в архивах была найдена запись о том, почему Контакузин. Контакузин просил прошения на добычу на данной территории ракушника. Можете посмотреть по карте, мы примерно ориентировочно находимся вот здесь. Это старая карта. Надпись была датирована 1820 годом, но здесь в системе находится надпись 1811 год. Вот девушка ее показывает. Чем пилили ракушняк? Если вы обратили внимание, в данной системе неровные, скажем так, стены. И как пилили? Изначально пилили вручную вот такими пилами. В Одессе это у нас щучка. Маленькая, большая щука. Это пилы, ну на самом деле это английские, были привезены из Англии. У них определенная форма для того, чтобы было легко пилить. После этого в Одессе начали на предприятиях, наладили уже производство таких пил. Чем это самое подсвечивали? Керосинки, лучины, свечки изначально. Непосредственно можете посмотреть, что собой представляло, как оно... То есть здесь есть элементы, которые... Остатки ламп, которые найдены, есть элементы, которые уже непосредственно люди в военный период применяли. Моя группа, проходим дальше, зал. Проходим, заходим в зал. Заходим, заходим в зал. На самом входе Леонид вам показывал карту, на которой указано где, в каком месте, какая надпись и какая дата. Подходим. Я хочу увидеть свою группу. Свою группу проходим печень. Смотрите. Камины. Камены. В данном зале присутствуют... Камины, здесь не только эти люди. Камины. Непосредственно этот камин был здесь, как бы, составлен из одного из разрушенных домов в городе Одессе. Я адрес не скажу, но мы можем увидеть, как изначально он... Какой красотой, как люди себе позволяли жить. Это не из дома ученые. Я понимаю, там есть похожие. Да, похожие. По сегодняшний день можете встретить... Кстати, это камин производства Або. Вот можете подержаться в руках. Клеймо про завод можете прочитать. Вот в Финляндии. Данная экспозиция. Здесь остатки и, скажем так, осколки. Каминов и элементы каминов, которые были найдены и в катакомбах, и в разрушенных зданиях, и непосредственно, как строительный мусор его выкинули. Чем интересно, что на всех есть клейма, по которым можно узнать период или где они произведены. Есть клейма вот в Киевской уезд Гуревич. Также присутствуют клеймы. Это все на территории Одессы. Все здесь найдено. Также немецкие клейма. Есть клейма Минский уезд. Александр Поляк. Также присутствуют изразцы, которые вручную расписаны. Это кобальтом. Но, чем интересно, что в данной системе были найдены изразцы очень раннего периода. И вот они здесь. Маленькая экспозиция. В той комнате тоже есть экспозиция. Что они собой представляют? Вот все расписано жучью. И очень... Да, да, да. Это еще, скажем так, специалисты должны поработать и определить точную, скажем так, где они были сделаны. Но они были найдены в данной системе. Это очень, скажем так, мусорно. Да. Привоз чистки. То есть это непонятно, как они сюда... Ну, то есть понятно, как они оказались, а какой привезут. Мы думаем. Так, разрешите. Если есть у кого-то вопросы, задавайте. Кирпичик просто. Какие-то хозяйки, скажем так, для каких-то хозяйки, если бы они были до Учисляли, до, скажем так, до Папу. Вот это... Они тоже в качестве охраны влагали. Я сейчас вам покажу. Изначально выбивалось сверху... Что, зачем? Ну, в основном... Возьмем там подбивали, подбивали, расчищали. Дол-дол-дол... Да, завести пилу до какого-то определенного периода. Все плохо, как правило, делими делали на три камня продольные разрезы. И после этого вынимался средний разрез. И после этого вынимался средний разрез. То, что вам рассказывали, я ему рассказывал. Дерево как подвабывали, выбили. После этого деревянным клинушком подбивали. И камень падал. Вот этот здоровый мужичок должен был ее аккуратненько смягчить удар, падение. После этого она пилилась на четвертинки, ну, на штучки вот такие. Нет, там разный размер. Они были четвертинки, пятерики, шестерики. То есть... Смотрите, что самое интересное, все задают вопрос. А как они так ровно его нарезали? Как они, чтобы вы понимали, платили деньги только за ровный резанный камень. Все остальное считалось браком или бутом. Вот оно вот. Можете посмотреть здесь. Мы ходим по такому выбракованному камню, выбракованной, скажем так, продукции. Вот реальная глубина. Насколько там еще... То есть мы ходим по выработке. Понимаете? Идем. По этому в общем, по этому я еще далеку в Ortiz. Прямо, прямо, прямо. Прямо, прямо, прямо. Вот, что он сниплоидный. Да, он. Колодец такой маленький. Колодец такой маленький. Колодец такой маленький. Да. Ну, вот, да. Вот он. Целково свечет. Это медные, да? Сниплоидные? Да. Пойдем. Завеню. Этим. Можно разобрать здесь самим, а он будет непредным. Смотрите, все мы знаем, что сегодняшний день ведется реконструкция Воронцовского дворца. И всем людям интересно, как местным жителям посмотреть, что там делают, из чего сделано и как это сделать. Поэтому наши партнеры, скажем так, реставраторы, дали нам возможность, чтобы люди посмотрели, подержали в руках, из чего сделан, и элемент реконструкции Воронцовского дворца. Пару портфетик. 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 Значит, смотрите, сейчас я расскажу. Все говорят, что он тяжело пилиться, смотри. И когда ведется добыча ракушника, он мокрый, влажный и он легко пили. Как правило, после того, как его подняли наверх, его высушивали, ну, два-три месяца минимум. Когда он высушился, он убрал, как бы, свойства более плотные. А когда он влажный, он рыхлый. Скажите, а мы сейчас во дворе еще или нет? Мы сейчас находимся вот в соседнем дворе. В соседнем? Организация память взяла на себя обязательство сохранить все это, и мы расчистили данную систему и показываем людям. Дальше где-то метров пять-десять и уходят в соседнюю улицу, через дорогу, в соседний двор отдушина. Она маленькая, то есть это как, ну, чтоб дышали люди, потому что я вам рассказываю, что каждый период подшотов приспосабливали данное помещение, данную выработку. Самое плохое, что приспосабливал подстроительный мусор, что город разрастался, строился, мусора было много и негде было его, как бы, до сих пор. Прошли к фариу в 84 или в 80 см. Да, мы еще смотрим. Да, мы еще смотрим. Да, это получилось. А. Уга. А тут еще в 80 см. Мы тоже смотрим. Угу. Угу. А. Делались шапки из полы, бородами, как на воду. Никто о вентиляции не заботился, никто специально здесь не заботился. Это тоже элемент укрепления. Делались шапки из полы, бородами, как на воду. Делались шапки из полы, бородами, как на воду. Смотрите, длина данной системы 120 метров. Если у кого-то есть желание посетить более глубокую, есть второй разумовский переулок с тайной подземной Одессой. Там 82 километра катакомбы. Глубина здесь 10 метров, там 28 метров. Можете посмотреть сайт в интернете. Заказать билеты ознакомительные. То есть посмотреть вам фотографии, как все от Горко Е. В дальнейшем планируется экскурсия по городу с элементами посещения дамы и системы. Скину бон, что ли. Было бы был вопрос изобретения по адресу. Выходим. Конечно, я же вам сказал, в разные периоды заменялась тут все нужды. Начинают бомбу пеши, заканчивают тушью. Вы говорите, вино хранить можно. Люди прятались. Все заходите. Да тут и грязнее.